МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнем сразу с наименования высшей школы. Высшая школа русского языка и межкультурной коммуникации. С русским языком все понятно. Что означает словосочетание межкультурной коммуникации? Межкультурная коммуникация — это сочетание не только в названии нашей высшей школы, но и в названии института. Это институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого. Если говорить с точки зрения науки, межкультурная коммуникация — это термин особого направления в методике, коммуникативного направления, которое считает главным при обучении языку, обучать не просто языку, а давать образование, когда личность сможет вести полноценный диалог разных культур, разных народов. То есть, конечно же, мы понимаем, что это не просто обучение языку, но это обучение, во-первых, особенностям мировидения разных народов, которые должны помочь вести полноценное общение, то есть находить общее в разном. То есть, по сути, мы говорим о том, что русскому языку обучаем не наших граждан только, а вообще речь идет о межкультурном взаимодействии, включая иностранцев. Я, насколько понимаю, вы, собственно говоря, в основном, не то, что в основном, но большую часть занимаетесь именно этим. Совершенно верно, Ильдар Азатович, вы ухватили самое зерно нашей школы и ее особую миссию. То есть, наши главные слушатели, студенты, магистранты, аспиранты — это именно иностранные граждане. И если говорить об институте в целом, то у нас в этом году уже более 500 иностранных студентов. Ну а если говорить конкретно о нашей высшей школе, то у нас более 90% наших студентов — это иностранцы, причем именно из дальнего зарубежья. И география достаточно широкая. Конечно же, это и, прежде всего, страны Востока, Китай, Япония, Южная Корея, Иран. Он представлен, другие восточные страны, но достаточно много европейцев тоже обучаются, как в основных образовательных программах, так и еще очень много у нас по программам академической мобильности. Вот совсем недавно мы, когда делали отчет за 2017 год, подсчитали, у нас на этих программах мобильности обучаются студенты из 53 университетов мира. И это, конечно, дает шанс, и это должно привлечь ведь не только иностранного абитуриента, но и российского. Да, это просто говорит о качестве образования, на самом-то деле. Не зря туда приезжают иностранцы, да, конечно. Совершенно верно, согласна. Но для человека, который выбрал в своей профессии преподавание любого языка, тем более иностранного языка, возможность ежедневно общаться с носителями языка, это же огромный плюс в его профессиональном росте, в изучении языка. Ну и вторая есть сторона медали. Раз к нам приезжают люди изучать по программам мобильности, следовательно, наши студенты тоже широко используют эти возможности языковых стажировок в самых разных странах мира. То есть я думаю, это тоже очень такой вот, с одной стороны, привлекательный факт, а с другой стороны, как вы верно отметили, это показатель качества, которые дает Казанский университет. Насколько я знаю, Казанский федеральный университет, в частности, ваша высшая школа, она определена ведь центром по изучению русского языка. Вот мы с вами как раз говорили перед программой, а вот теркоязычных стран, в которых будет... И самый важный еще момент, это ведь директор института филологии и межкультурной коммуникации ради фриканса Замалединов, он входит в президентский совет по русскому языку. Не могли бы вот поподробнее рассказать об этом? Совершенно верно. Наш директор уже несколько лет работает в данном совете. А что это значит для нас? Это значит, вот, все тренды, все задачи нашего государства в области продвижения русского языка, конечно, мы всегда в курсе этого, и мы всегда свою работу координируем с основными задачами, которые ставятся перед и перед Министерством образования, и перед всей страной в целом. Безусловно, это вот делает тоже наши и научные, и образовательные проекты более востребованными. Сейчас в связи с тем, что идет приток в Россию мигрантов, это общая мировая тенденция, Россия этой участи не избежала, будучи уже теперь открытым государством. То есть мы имеем множество иностранных людей, которые не совсем хорошо говорят по-русски. И эти такую возможность и предоставляют им как раз вот вузы, да, и в том числе вот Казанский федеральный университет, он определён. И вот есть такие программы уже, которые вы конкретно занимаетесь по мигрантам. Я знаю, я слышал, что такие работы у вас ведутся, вот об этом как-то можешь сказать? Совершенно верно, вы замечаете тенденции. Да, во-первых, здесь нужно сказать о том, что наш университет, ну и конкретно, конечно, Институт филологии, мы получили право быть центром по приёму комплексного экзамена по русскому языку, основам законодательства и истории Российской Федерации. То есть мы здесь самостоятельно разрабатываем тестовые материалы, проводим тестирование и, скажем так, как координируем работу всех центров тестирования в Приволжском округе. Это одна сторона нашей деятельности. Но другая, конечно же, связана с той проблемой, что в школах всё больше появляется классов, в которых сидят носители языка, билингвы, хорошо знающие язык русский, да, и дети мигрантов, которые иногда приезжают с полным нулевым знанием языка, да. И, конечно, наш учитель не готов к тому, чтобы работать вот в условиях таких смешанных классов. И год назад мы ввели новую магистрскую программу заочного обучения, как раз-таки вот подготовка преподавателей русского языка и литературы в полилингвальной образовательной среде. Ну и, конечно же, всё-таки ведь мы университет, то есть наша основная роль — это создавать учебные материалы, пособия, проводить повышение квалификации, да, чтобы учитель мог на своём месте быть уже вооружённым знаниями новой методики, новой для него. То есть методика преподавания русского языка как неродного и как иностранного. То есть, смотрите, заканчивая вашу высшую школу, институт, высшая школа русского языка и межкультурной коммуникации, выпускники, то есть могут работать кем? Я так понимаю, преподавателями, прежде всего, вы же для этого готовите, в том числе вот то, что мы сейчас говорили и про мигрантов, и уже как бы новую формацию готовить учителей и преподавателей. И вот какова их дальнейшая судьба? Расскажите, пожалуйста. Да, вот здесь я могу озвучить наши две бакалаврские программы, прежде всего, одна по стандарту филологии, другая по стандарту лингвистика, но они обе ориентированы на подготовку преподавателя русского языка как иностранного. То есть человека, который должен работать именно с иностранными гражданами в нашей стране или за рубежом, в вузах, на разных курсах. Но наши иностранные студенты, они еще имеют широкие возможности работать во всевозможных совместных предприятиях, фирмах. Ну, например, наши китайские выпускники работают на русском радио или в какой-то совместной строительной фирме. Неважно, чем занимаются, но их знание нескольких языков дает им такую возможность. То есть классических университетов в России много? Да. Русский язык преподает также в каждом классическом университете, по сути. То есть, ну, скажем так, конкурентов предостаточно. Почему, вот будучи абитуриентом, ему нужно поступать именно сюда, в Казанский федеральный университет? Как вы считаете, какие аргументы вы привели от родителям и будущим студентам? Ну, во-первых, вот как построен был ваш вопрос? Вы завели речь о классических университетах, предполагающих честную связь образования и науки. И почему надо выбрать Казанский университет? Потому что всему миру известна Казанская лингвистическая школа. Имя ученых и 19 века, и 20 века. На самом деле, ведь совсем немного таких научных школ, где в названии звучит Казанская школа. Это название актуально для всего мира, а не только для России. Вот это первый аргумент. Да, но он связан с большой наукой. Будуэна де Куртене, конечно, Крушевского, Булича и многих других. Но это, скажем так, большая наука, то, о чем пока еще не задумывается абитуриент. Но, может быть, родители, особо продвинутые родители, они думают, да, если есть вот такие двухсотлетние традиции, то, значит, все в порядке в этом университете должно быть. Ну, а для, скажем так, школьника, которому интересны какие-то современные вещи, которые хочут быть востребованы в современном мире, безусловно, привлекательна возможность не только стажировок во время обучения, да, в разных странах, но и возможности поработать, временно поработать за рубежом. Но ведь там блестящие знания английского языка не дают право быть преподавателем английского языка. А вот если ты владеешь хорошо методикой русского языка для иностранцев, плюс ты еще знаешь иностранные языки, вот это тот самый ключ, который и помогает открывать вот эти заветные для многих молодых людей страницы их будущей биографии. Скажите, а с каких больше стран вот интерес к русскому языку на сегодня? Какие страны сейчас вот больше задействованы в обучении иностранным языком и с Казанкой федеральным институтом строят какие-то отношения? Ну, это, безусловно, конечно же, восточные страны, здесь лидирующее положение китайские студенты занимают. Но это понятно, ведь количество населения, количество молодежи в Китае несопоставимо с такими же цифрами где-то в европейских странах. К тому же мы с ними граничим еще, да? Да, и, конечно же, и много политических, экономических, прежде всего, интересов. То есть ведь это не потому, что дана установка чья-то, изучайте такой язык, а молодежь видит, где идет активное развитие сотрудничества, экономическое сотрудничество, значит, там будут востребованы специалисты, значит, именно тот язык и нужно изучать. По сути, рынок диктует, можно сказать, и так, да? Конечно, конечно. И поэтому вот в Китае сейчас настоящий бум русского языка. И, кстати, по данным, международным данным, именно КФУ занимает лидирующие позиции при выборе университета. То есть это стабильно третий, четвертый российский вуз, который выбирается китайскими абитуриентами. Но, безусловно, не только Китай, очень много студентов из Индии, из Ирана регулярно бывает интерес, из Южной Кореи очень много студентов приезжает именно русский язык изучать. А по другим направлениям, вот у физиков, математиков, у них с Японией очень тесные контакты налажены, да? То есть, конечно, зависит... Да, и медики тоже, да. У медиков Индия, наверное... И Япония. И Япония, да. То есть, конечно же, каждая страна имеет свою специфику в выборе интересов. Но любой иностранный студент, приезжающий в КФУ, он прежде всего должен владеть русским языком. Даже если он приехал на английскую программу образовательную. Да, это, конечно, очевидно. Язык страны без него никуда. Я знаю, что Иран сейчас начал активно тоже сотрудничать. А у вас есть иранские студенты вообще? У нас сейчас не очень много. У нас есть магистранты из Ирана, которые, кстати, по госнаправлению учатся. Но вот год назад у нас была целая группа иранских дипломатов. То есть, это будущие сотрудники консульств на территории не только России, Белоруссии, еще некоторых стран, где русский язык по-прежнему актуален, да, и лидирующие позиции имеет. Вот мы обучали группу дипломатов будущих. Казанский федеральный университет участвует в программе повышения конкурентоспособности вузов российских в мировом научном пространстве. Правительство России специально эту программу учредило. Она называется топ-5-100, если коротко говорить. В ней участвует 21 вуз и Казанский федеральный университет в частности. Скажите, вы каким-то образом участвуете в этой программе? Это ведь, прежде всего, научные публикации, о которых так часто и много говорят в международных научных журналах. Вот насколько здесь востребованы, ведь русский язык все-таки не английский язык, да, и то, что вы раньше как бы в Советском Союзе мы печатались, не так востребовано это все. А вот с учетом новых реалий, сегодняшних мировых реалий, каковы шансы попасть в эти высокие научные журналы, и как вы с этим вообще участвуете ли вы в этом? Как? Безусловно, конечно, участвуем. Тут других ответов. Вариантов нет. Просто нет вариантов. Но я бы сказала, участвуем весьма и весьма успешно. То есть, если судить по мировым рейтингам, которые и дают вот такую вот количественно-качественную оценку, да, причем беспристрастную, не нашу оценку, то именно гуманитарии, а еще конкретнее филологи, лингвисты, литературы, веды, они добились самых высоких показателей по университету. Уже второй год подряд мы входим в группу от 101 до 150. То есть, мы вошли в топ-150. Вы уже близко к топ-100, в принципе. Очень близко. Причем, действительно, наше место уже вот очень близко к сотке. Ну, в этом году еще случился прорыв. Мы еще вошли сразу в несколько рейтингов. Это и современные языки, modern language, и по литературе, по английскому языку. И входим в двухсотки, в двухсотпятидесятки. То есть, это, конечно, свидетельствует о том, что мы действительно востребованы, и публикации наши видны в мире. Но это публикации по всем языкам. Не только русский язык, и татарский язык очень большой вклад вносит в продвижение в мировых рейтингах. И, конечно же, иностранные языки. Причем, мы пишем и, скажем так, по теории филологии, по изучению, глубокому изучению языков. Но также и по методике их преподавания. То есть, вносим свой вклад и в education тоже. Но и литераторы наши занимают одни из первых позиций не только в России, но и среди многих европейских университетов тоже. Я имею в виду по количеству цитирований на статью. То есть, это уже более качественный показатель, чем просто вал статей. То есть, не только количество статей, но и их качество, если идут цитации на наши статьи. Мы говорили про направление. Мы с вами как раз разговаривали. Меня заинтересовало непонятное для меня название. Контрастивная лингвистика. Кафедра, да. Да, кафедра. Я так еще не могу ее выговорить. Мне даже просто любопытно стало, а чем же занимается эта кафедра? Название такое достаточно необычное. На слух обывателя, да. Да, контрастивная лингвистика. Это лингвистика, которая занимается, главным образом, сопоставлением разных языков. Языков из разных языковых групп. То есть, эта кафедра осуществляет преподавание иностранных языков. Главным образом, в программе педагогическое образование. Иностранный язык плюс второй иностранный язык. То есть, там, если первый иностранный язык какой-то западный, значит, второй иностранный язык восточный. То есть, абсолютно разные по стилю языки пытаются, да? Да, да. Совершенно верно. Я в ходе нашего разговора для себя понял так, что ваши выпускники, по сути, владеют, изучая русский язык, они еще и изучают какой-то иностранный язык. Я правильно понял вас? Да, да. А какие языки, значит, иностранные? Поступая к вам, какие еще иностранные языки может изучить студент-абитуриент? Ну, это варьируется, конечно, год от года. Но вот были выпуски английский плюс итальянский язык, английский плюс французский, английский с испанским языком, английский и китайский язык. Вот абитуриенты прошлого года, сейчас нынешние первокурсники изучают. А сколько лет они изучают? Вот все время это, то есть, они выходят реально уже со знанием английского языка разговорного и пишут, какой уровень их подготовки иностранного языка? Да, это зависит от того, с каким языком они поступили. То есть, если у них высокий ЕГЭ по английскому языку, естественно, они дальше развивают на высоком уровне. Но есть возможность с нуля изучать какие-то языки. Конечно, китайский язык, безусловно, все начинают изучать с нуля. Но в нашей школе-то есть специфика, а у нас ведь очень много китайцев. И вот тогда английский язык им преподают именно преподаватели кафедры контрастивной лингвистики. И мы даже практикуем такой метод тандемами обучения, когда группа российских студентов, изучающих китайский язык, приходит в группу китайских студентов, изучающих русский язык, и проводят не только совместные мероприятия, но и совместные занятия. И у нас много таких групп, где большой костяк — это иностранные студенты, но в этой же группе обучаются и русские студенты. И здесь, конечно же, вот с первого курса идет взаимообучение еще студентов. То есть, по сути, тренинг сразу же, да? Это получается такая игровая модель, по сути. Да, и это вот то, что живое, когда у человека есть интерес. Он сам хочет это выучить, а не потому, что это у него в программе. Если друг его, он живет с ним рядом в общежитии, да, если он каждый день с ним вместе на лекциях, на практических занятиях, да, то интерес как раз живой получается к тому, чтобы помогать друг другу изучать языки. Ну что ж, достаточно обстоятельно и хорошо мы поговорили. Для меня уже, я много для себя нового открыл, на самом деле. Спасибо за эту информацию. Надеюсь, наши телезрители тоже получили достаточную емкость и достаточную информацию. Но, в принципе, как вы уже говорили, Татьяна Геннадьевна, есть сайт. Можно туда заходить. Есть телефоны, есть вот открытые двери онлайн. Открытые, не открытых дверей, в которых вы можете задать все необходимые вопросы. На этом мы завершаем. До свидания, уважаемые телезрители. И до новых встреч. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!